Иди и гляди Фильм Элема Климова «Иди и гляди» отрыма у знака рода у номинации «Венециянская классика» на 74-м венециянском фестивале. Стушка удельничала у конкурсе разом с картинами таких сусветно-вядомых кинорежиссёров, як Бернард Бертолуччий и Стивен Спилберг. Военная драма «Иди и гляди» створена у 1985-м годе с уместными намаганнями двух киностудей «Беларусьфильма» и «Масфильма». У основе сценария – четыре творы беларуского письменника Алиси Адамовича. Хатынская оповесть, карники, язвогненные вёзки и партизаны. День и картин разгортвается у 1943-м годе у Беларуси. Я егаловный герой – беларуский хлопчик, який становится светкой жаха у нацистской карной акции. И за два дни перетворается житерадостного подлетка у севого старыка. По версии британского часописа «Тайм-аут» «Иди и гляди» займая шостый радок у списей 50-ти лепших фильмов у сих часов. Аутр сценария Алиса Адамович дзятинство и юнаство провёл у посёлку Глуша Бабруського району. На мясовых могилках письменник и пахаваны. Летость Бабруський райвы канкам принял решение об створению Глуши музея письменника. Разместить его планують у старым будынку аптеки, дзя працавала мать Алиса Адамовича. З мета реконструкции будынка открытый доброченный рахунок, где зараз наличивается коля 12 тысяч рублей. Сродки перевела и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич. Стала вядома докладная дата проведения одного из самых любимых могилевчанами международного фестивалю «Золотый шлягер». Так музычный фест отбудется у Могилеве с 22 по 29 костричника. Отповедное решение подписано у могилевскими облваконками. Программу организаторы «Пакуль» удокладняют все подробности в наших выпусках. 107-108% до леташнего узровня. Кировский район – лидер по вытворчасти молока в Могилевской области. Что дня господарки района надойвают больше за 150 тонн молока. У райвы конками кажут, певных выникают добились серьезной и рупливой работой. Есть свои эффективные подходы и до вытворчасти молока, и до выросшивания молодняка. Немаловажно. Это заготовка кормов. Мы в этом году применили стратегию пожневных паукосных культур. У нас порядка 3000 гектар посеяно. Это пайзы, прососуданковая трава, соргосуданковые гибриды, которые дают нам возможность заготовить в полном объеме полторагодичный запас. Мы экономим кукурузу. Вот сейчас в осенний период. Прекрасные получились урожаи. В осень сезон сбора урожаи и дару лесу и болот. Махилевский Абл спожил союз. Амаль за месяц нарыхтовал 28 тонн брусниц и выкнал план. Всярод районах, где массово сбирают корыстную ягоду, глузки, осиповецки, кличовские бобруйские. Теперь же идет сезон нарыхтовки журавин и яблок. Нарыхтовщики мают намер принять односельнство журавин не меньше за объемы брусниц. Основная площадь – дарастя ягода Бялыницкие и Кличовские районы. Односельнство ягоду принимают по 1,5-2 рубли. Активная идея нарыхтовка яблок по оперативной информации опаду нарыхтована 5,5 тысяч тонн. Параллельно с садовиной спожил союз нарыхтовая Гароднину. У приватности бульбы уже нарыхтована 5 тысяч тонн. Гэта у 1,5 разы больше, чем летась. Другие хлеб сдают у основным фермерские господарки и сельгазпродприемства. Дарычу и продавать продукцию Аблспожил Союз плануе и на кермашах. По информации Галунного управления Гандлю и послу Хаблвыконкаму, в осень запланована калят 4 сотень кермашов. Их будут лазить во всех районах в области. Широкий ассортимент мяса молочной, рыбной, хлебобулочной продукции и, зрозумело, садовины и Гароднины по традиции будут реализовывать фермерские господарки, сельгазорганизации, гандлёвые кропки и индивидуальные предпринимальники. Так, у Могилёвы ближайший кермаш запланованы на 16 вересня на территории Сяродней школы номер 41, а 17 вересня на пляцовце калягандлёвого центру у микрорайоне Казимировка. Специалисты удокладняют, кермаши во всех районах организуют ледь не до конца листопаду. Про докладный график проведения восьмских хермашов и их местца можно доведаться на сайте Могилёвского Абл-Ваконкама. У городским районе выник у дорожно-транспортного здарения загинул 35-годовый мужчина, и он ехал на автомобиле «Хундай». По информации держутой инспекции, водитель перевысил худкости и не справился с кированием. Машина перекулилась на проездной части, кировцы загинул на местце. А у Могилёве под кола автомобиля трапила 52-годовая мясцовая жыхарка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу без светлофора. В этот момент я сбил автомобиль БМВ. Жанчину с травмами шпитализовали. Право рухаться на мотоцикле по центральных улицах Могилёва в любой час мают намер отстойвать аматоры байков. Яны лечат, что такие обмежевания не порушают их правы. До того, как накеровать ответный с вороту, Гарбаканкам яны вырошили попередние огучить свою позицию представникам Улады по час неофицийной встречи. Правеси, так бы мовить, попереднюю встречу с представниками Улады Могилёвским байкерам допомогли журналисты нашего телеканала. А трималася махчимость высказаться и выслухать пункт гляджения инших. Так у руках мото-аматору документ, у яким 30 подписов. Написано всё в простой форме, изложено, как говорится, для... Что требовать? Требуем? Ну, мы не требуем, мы просто просим. Требовать это как бы уже чересчур сказано. Обращаемся к вам с целью ликвидации, так как это является нарушением прав человека, с целью разъяснения, на каком основании были поставлены эти знаки. Обязуемся не шуметь, конечно, не написано, но это, конечно, понимаете, как говорится, в семье не без урода, что в автотранспорте, что в мототранспорте. Поэтому здесь сложно поставить каждому милиционера и сказать, ах, ты негодяй, ты вот этого вот не делай. Конечно же, найдутся люди и среди автомобилистов, и мотоциклистов, которые на отсечке будут ехать на первой скорости, даже специально в кайф какой-то себе. Байки растверждают, что знаки, которые обмяжевывают ночный рух по центру Могилева, порушают их правы. По улице Пионерской находится единственная дежурная в Могилеве ночная аптека. У всех есть дети, у всех есть семьи. И бывает так, что ночью приходится срываться, садиться на мотоцикл и ехать до аптеки, под которую знаки у нас стоят запрещены. Как быть в таком случае? По информации ДАИ, решение установить эти знаки принято на комиссии по безопасности дорожного руха. Причиной были скарги мясо-жихоров на шум мотоциклов у ночный час. До того, как было принято решение об установке дорожных знаков, ежедневно, может быть даже не ежедневно, еженедельно 3-4 обращения граждан по поводу передвижения мотоциклов в городе Могилеве поступало. За эти последние три года они значительно уменьшились. За этот год, в лучшем случае, вот за сезон, если поступило порядка 10 за весь сезон, не более того. Установка запрещающих знаков мотоцикла ни в коем образом не вщемляет конституционных прав. Потому что, если таким образом относиться, можно любой запрещающий знак считать движение запрещено, установка запрещена нарушением прав человека. Свой зворот байкеры плануют снакеровать начальнику областной ДАИ у Гарвы Конка. Их меток обзняли знаки, які обмяжовують рух мотоцикла у центра Могилева. От ворот на выпадку я не маюсь намер звернуться у суд. Будучи с обращением байкеров, рассмотрим мы это. Может быть, на самом деле какие-то изменения внесутся. Наталья Игинч, Виталья Алексеенко, Новина региона. Святы працевников сельской господарки Дажинки-2017 клича упрымаю год своего юбилея. Сюлита районному центру исполняется 425 годов. И у гэта юбилейный год клича умменяет свое обличе на новое и сучасное. Але при этом не забывается на свою историю и карані. У першыню клича узгадывается у документах на приканцы 16-го стагодзе як сяло. Цяпер гэта город, райцентр, який рыхтуется до великой падзеи. Чего только не было в истории нашего города. Партизанские отряды крестьянина Тараса еще в 1812 году угромили здесь французов. А чего стоит история кличевской партизанской зоны, которая противостояла превосходящим во много раз силам противника, но выстояла и победила. Партизанская сторонка у истории кличевщины бадать, что самая вядомая. Однако зусім не адзина и созначных. Сярод інших магнацкие и шляхецкие рады потоцких и незабытовских умацовывали экономику гэтых мясцину. И при стамираке Вольса калісті абслуговували тры сотні чалавек. Параце увазіли ўсючым знакомітая кличевская зямля. От стародавних часу і до сюль. Мёц, божжа, лён і лес. Цяпер ў 21-м стагодзе надэшоў час для новага кличева. Райцентр будуецца і прыхажея, каб прыняць гастей дажынак і зарабіцца боўш комфортным для гужих ароў. Мы, как историки, имеем возможность уникальну проследіць, как он развиваецца. Наверное, лет за, скажем, сто, условно. По фотографиям, по воспамінанням, по литературе. Это, конечно, удивительно, что сейчас происходит. Мы очень все радуемся этому. Кличевца імкнуться працаваць на карысть родных мясцину. Кожна ўрганізаца рыхтуецца дадажынак і краезнаўчий музей таксама реалізуе свой праект при патрымце праграмы ААН. Тут адкрыюцца цяльную выставачную залу, дзе можна будзе паглядзеть і набыць творы мясцовых умельців. Прычым соціяльны – ключавое слово. Зала найперш для людзей за межаванными махчымастями пенсіонеру і іншых. Іниціатива наша называется «Творчество без границ». І это іменно то, што необхадзіма талантливым людзям нашого регіона. Уверасній будзе першіе вынікі работы. Элона Іванова, Александр Тарасаў – «Навіны регіона». Могилёвські футболісты стали пераможцами республіканскіх спаборністваў «Скораны мяч». Гэта самы масавы дзетячы турніру Беларусі. Йон проходзіў у 20-й раз і тяпер сабраў рекордную колькість ў дзельнікаў. Са старту за медаліў кубкі «Скоранога мяча» змагаліся амаль 45 тыс. чалавек. Фінальная стада, яка ў першыню проходзіла у століцы, сабрала 24 лепшая каманды Беларусі. На футбольных палях Республіканскай Федераціў вазначалі пераможців і призёры ў троху зроставы групах. У самый дорослый, дзе гулялі ёнакі 13-14 год, перамогу святкавалі Могилёвскіе Тарпедаўцы. Яны отрымалі кубак чемпіонов, а вратар каманды Александр Ажогін і нападаючы Аляксій Чыш стали лепшымі ігракамі ў сваіх амплуа. Не толькі па подручніках. Студэнты Могилёвскага філіяла Інстыута правознавства пастоянна прымаюць ў дзеу ў выязных судовых пасяджэнях. Гэта дае ім махчымыць на ўласныя бочы ўбачыць, як теорія увасабляецца на практицы. На чарговым пасяджэні пабывала і наша здымачна група. Студэнты Інстыута правознавства могуць не пасрыдно ў сваёй лекційной аудиторії. Мы даём возможность, безусловно, судье самому подобрать дело компактное, не очень сложное, чтобы наши студенты увидели процесс в целом от начала і до вынесення приговора ілі оглашення рішення. Пад час такого пасяджэня студэнты і викладчики отримують так званый майстер-клас от супрацівників суда. Задать своі питання змог кожны. Какой вообще процент женщин привлекає їх к уголовной ответственности і по яким преступлениям? Женщин також крайне мало, в основном это где-то процентов 5, не більше, і це в основному категория обязанных лиц. Студэнты подкрэсливують, што такі бесценны вопыт не змістеш ні у адным падрушніку. А яшчы, выкладчики ўпэвніны, што праз такія практична заняткі ў будучих юристов формируюцца па бага до закону і суду. Павел Савиткі, Дарья Семянько, Віталь Аляксейнка, Новини Регіона. Шклянный шар, турнір по оболінгу. Под такой назвою першыню прайшов в Могилёве. Уделу им примали студэнты высшайших навучальних установ обласного центра. І примирковали ягода 15-ти годзі Беларускага Республіканскага Саюза Молоді. Подробязнасті ў нашым репортаже. Кабда стойно представить свою установу на турніры, студэнты спочатку проводзіли споборніствы ў сваіх каліктывах. А сёння гэта ўжо турнір гарацкога масштабу. Ён аб'яднаў студэнта ў розных навучальних установ. Студэнты, в принципі, они сабіраюцца і вместе на разных мероприятиях і акціях. А в данном случае мероприятия, как бы, пазваляець им немножко отдохнути, раскрепастіцца, пообщацца. Но в то же время, они, опять же, все вместе, все друг другом. Усяго турніры удзельничали 8 команд, па 4 шалавекі. Обірали по критерію курсов. Первый, второй, третий, четвертый, дабы сплатились все. В нашім дзеле, это, пажалу, одна из главнейших критериев. Весь коллектив должен быть сплочённым и нести друг за другу ответственность. Канешні, ўсі команды сподзаваліся на перамогу, хаця кожна із удзельнікаў прызнаецца. Новые знаёмства – агульны прызля ўсіх. Па выніках турніру, лепшими названы две команды – студэнты ў Беларуско-Російського университета і Магилёвского державного университета імя Аркадія Куляшова. Яны і падзеліли перше місце. Наталія Юдакимова, Александр Артемьёв, Новини регіона. Усі новини про життё наші в області. На сайте товармогилёв.байнуа я з вами развитвуюся. До зустрічі. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова